Приближается 1 декабря, день, когда истекает срок уплаты имущественных налогов. У нас в студии заместитель начальника межрайона ФНС номер 14 по Московской области Анаит Галстян. Анаит Владимировна, здравствуйте. И первая, основная тема нашего разговора – уплата имущественных налогов. Да, совершенно верно, добрый день. Приближается 1 декабря, это единый срок уплата имущественных налогов, то есть налога на имущество, земельного налога и транспортного налога, а также налога на доходы физических лиц тем лицам, которые будут указаны в налоговых уведомлениях. Что бы хотелось сказать, что рассылка налоговых уведомлений уже давным-давно завершена. Она происходила в сентябре-октябре 2020 года. Налогоплательщикам высылались налоговые уведомления по Почте России, либо выгружались в личный кабинет налогоплательщиков. Те налогоплательщики, которые по каким-то либо причинам не получили налоговое уведомление, у них существует несколько этапов его получения. Это либо обратиться в налоговую инспекцию для получения налогового уведомления, либо тогда уже зайти на сайт госуслуги, и соответственно на сайте госуслуги там есть ступень, по шагову можно пройти и также получить налоговое уведомление. Либо подключиться к личному кабинету, и через личный кабинет, соответственно, также можно оплатить налоговое уведомление. Спасибо. А какие изменения ждут с 1 января налогоплательщиков? С 1 января 2021 года в Ленинском районе полностью меняются все реквизиты по уплате налогов. У нас новые совершенно реквизиты, поэтому налогоплательщикам необходимо по старым реквизитам оплачивать только до 31 декабря, потому что с 1 января эти реквизиты уже будут недействительными. Они вывешены на сайте новые реквизиты и администрации, и на сайте также налоговой службы. Следующее, с 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход. И налогоплательщикам, которые в настоящее время находятся на этом режиме, им нужно заблаговременно подумать, на какой же системе налогообложения они будут дальше. Либо, если это юридическое лицо, они выбирают упрощенную систему налогообложения, то им необходимо до 31 декабря подать заявление, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения. Если это индивидуальные предприниматели, то они также могут выбрать и упрощенную систему налогообложения, также они могут выбрать патент. Патентная система налогообложения сейчас очень кардинальные изменения в ней произошли. Был принят федеральный закон. Сейчас субъектом Московской области также принимаются изменения к этому закону. Там расширяются и ставки, и виды деятельности. Поэтому нужно посмотреть, если налогоплательщикам будет выгодно, значит, можно перейти на патентную систему налогообложения. И еще для тех лиц, которые сами на себя работают, и у них нет наемных сотрудников, они могут тогда зарегистрироваться уже как самозанятые и осуществлять деятельность вот таким образом. Еще по поводу уплаты налогов я бы хотела отметить, что есть такой ресурс, он называется УИН, это единый налоговый платеж. Это когда у налогоплательщика, например, существует большое количество транспорта, земли и имущества, а налоговая инспекция выдает один единый код, и по этому коду, соответственно, налогоплательщик оплачивает этот налог, а когда он приходит в инспекцию, мы его уже разбиваем на транспорт, землю и имущество. Это очень удобно. Еще я хочу сказать по поводу личного кабинета налогоплательщиков, чтобы все-таки платежщики не боялись его. Личный кабинет, он очень удобен для налогоплательщиков, потому что они 24 часа могут обратиться в налоговую инспекцию, подать любое заявление, контролировать все объекты движимого и недвижимого имущества, которые существуют на территории Российской Федерации. Также они могут подать налоговую декларацию по форме 3НДФЛ, оплачивать налоги. Если физическое лицо также является еще индивидуальным предпринимателем, то он через личный кабинет физлица может открыть также личный кабинет ИП, индивидуального предпринимателя, и там уже непосредственно контролировать все свои расчеты, всю свою уплату. К личному кабинету можно подключиться в любой налоговой инспекции по всей Российской Федерации. Для этого достаточно только прийти в инспекцию с паспортом и получить доступ. О режиме работы налоговой сейчас, в данный период, будут ли какие-то изменения или по-прежнему работают? В настоящее время мы принимаем налогоплательщиков с понедельника по пятницу, понедельник-среда это до 18.00, вторник-четверг до 20.00, а в пятницу до 16.45. Но с 30 ноября в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой было принято решение, что пока налоговая инспекция будет принимать по онлайн-записи. Поэтому, соответственно, можно зайти на сайт налог.ру, там есть запись в налоговую инспекцию, записаться, и по времени уже не надо будет ждать, по времени налогоплательщик придет, и мы его обслужим. Спасибо большое, Анаит Владимировна, что пришли к нам в студию. Напомню, что у нас в студии была заместитель начальника межрайона ФНС номер 14 по Московской области Анаит Галстян.